Сейчас они просто школьники, но уже скоро могут пополнить коллективы нефтегазовых предприятий. Первый в Якутии «Ростнефть-класс» появился в прошлом году на базе Ленской общеобразовательной школы номер один. Со школьниками встретился наш корреспондент. Учебный курс, конечно, сложнее, чем у обычных школьников. В плане предусмотрено больше часов по профильным предметам. В первую очередь химия. Естественно, с начала учебного года было очень тяжело, потому что, как вы знаете, у нас углубленный курс изучения основных предметов давался очень с трудом. Год прошел очень продуктивно, много очень было поездок, всяких участий в различных конкурсах. Учащаяся профильного класса Кристина Соловьева – участница многих научно-практических конференций и форумов. 15 марта в Якутске она защищала свой проект на конкурсе «Инновационные технологии Севера». Третье место стало заветным достижением. Сейчас Кристина готовится к защите своего проекта в Петербурге. Техническая работа, в которой собрана цепь питания из микросхем, из транзисторов, в итоге у которой происходит автоматический полив, который светит солнце, значит он поливает, если земля сухая, например. Там есть ряд условий, по которым происходит полив, и промышленности – это очень полезно. В специализированном классе есть и свои подающие надежды спортсмены. Егор Аксентищев – член Ленской сборной по баскетболу. В этом году вернулся с первенства республики с серебром. Как признается ученик, при правильном подходе спорт учебе не помеха. В конце марта будущие нефтяники ездили на экскурсию в город Мирный, где в Политехническом университете познакомились с учебным процессом студентов, пообщались с преподавателями и сыграли в увлекательную деловую игру. Но на этом знакомство не закончилось. Педагоги вуза приезжали к ребятам в Ленск. До этого мои коллеги приезжали еще начиная с декабря, декабрь, февраль, март. И в апреле я замыкающая по математике. Значит были предметы химия, физика, информатика и математика. И мы с детьми занимаемся, 10 класс. С ними еще сидят 11 классы, учителя заходят. Мы разбираем задачи ЕГЭ, повышенные сложности, профильного уровня. Опыт создания класса Роснефти в Ленской школе первый в Якутии. Первый, но успешный. В сентябре 2017 года двери школы номер один распахнет еще один профильный класс. Дмитрий Вельчевский, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край».